Старая конструкция. Примерно начало 2000-х. На ней летали еще до меня. И, к сожалению, вот поломали. Владу 13 лет, и он уже определился с мечтой, будет пилотом истребителя. Азы профессии постигает на авиамоделирование. Это один из самых старых и востребованных детьми кружков. Так было всегда, даже 30 лет назад, когда в Казани только создавалось объединение подросток. В клубе «Авангард» увлеченных небом более 60 детей и подростков. Ракеты «Артем» называют прошлым веком и сегодня корпит над новой моделью самолета. Полукопия модели МиГ-3, истребители, советских времен. Ты готовишься для какого-то осуществления? Для соревнований. Суть всего направления, чтобы они научились своими руками не какие-то покупные самолеты запускать, а своими руками делать модель от начала и до конца, и запускать ее в воздух, чтобы она летела. Антон, кандидат биологических наук. Авиамоделированием увлекся в институте, а теперь помогает таким же, как он, когда-то подросткам. Мы делали ракеты из пастилок-бутылок. Максимум, что мы делали на тот момент. Сейчас, если брать наше время, то это большая разница, небо и земля. То, что, в принципе, с этого кружка можно пойти спокойно учиться в институт КАИ. Открытие первых подростковых клубов состоялось в 1988 году, в годы казанского феномена, когда детей нужно было отвлечь и увлечь. Задачи и сегодня стоят все те же. Сто так называемых трудных подростков занимаются в объединении в этом году. Впрочем, педагоги почти не сомневаются, что трудности эти временные. 17 детей уже сняли с учета полиции. За 30 лет удалось сохранить самое лучшее. Это сильнейший педагогический состав. Все клубы находятся в шаговой доступности. Занятия бесплатные. Это сегодня является главным преимуществом в конкуренции с многочисленными коммерческими школами и студиями на рынке детского образования. По программе президента, по программе капитального ремонта, было за последние три года отремонтировано 16 подростковых клубов общей стоимостью более 125 миллионов рублей. Нам, конечно же, позволило в первую очередь это финансирование привести в нормы наши помещения. То есть создать запасные выходы, установить системы, в том числе и видеонаблюдение, и пожарной безопасности. И наши клубы на данный момент соответствуют всем требованиям. Клуб «Авангард» сегодня авангард всего объединения подросток. После ремонта учеников стало больше на 200 человек. В этом юбилейном году масштабные преобразования коснутся еще восьми клубов. Рассказывать об удобстве и стиле не будем. Достаточно посмотреть на эти пандусы для людей с ограниченными возможностями. И становится все понятно. Это не только требования надзорных органов. Это необходимость. Вы сидите, да, сели. Неловко? Неловко. Правильно? Ну понятно. Знакомьтесь, добрый театр. Подросток выиграл гранд Росмолодежи. На очереди еще 25 идей, что тоже ждут финансового одобрения на российском уровне. Театр этот уникальный. В студии занимаются и дети с ограниченными возможностями. Да, уникальность в том, что мы работаем с детьми, которых не было возможности до этого получить такое вот, так скажем, образование. Да, то есть, помимо актерских науков, ну, я очень надеюсь, что им это еще и в жизни пригодится. Рузаль окончил Казанское театральное училище. На Шекспира замахнуться планируют через пару лет. А вот начнут с итальянской классической драматургии. В силу своих особенностей мы не везде можем принимать участие, а здесь нас пригласили, мы очень рады. Моему ребенку здесь очень нравится, здесь вот инклюзива в полном ее представлении. Мы общаемся с обычными детками. Изменения, что произошли за 30 лет, коснулись и названий клубов. Вызов времени принят. Так электрон стал кедами, факел талантикой, прометей пазлами. Ракета оранжевым настроением, молодая гвардия, идея микс. Новые клубы назвали «Лимонад» и «Витамин». Но меняются не просто названия, меняется содержание и направление работы. Вот матрешки из папье-маше из 90-х. Они соседствуют со станками ЧПУ. Между ними МИК, что и называется жизнь. Сегодня огромный интерес к робототехнике и 3D-моделированию. Считалось, что это под силу 12-летним подросткам. Новое поколение стереотипы разбило напрочь. Восьмилетки уже легко создают модели. Родиону 14 лет. До клубной жизни жил в домашнем компьютере. Играл и занимался. Но собственных знаний уже не хватало. Я стал ходить в сентябре. Выбыл потому, что мне очень нравится создавать что-нибудь на компьютере. Я думаю, мне пригодится это в жизни. А где вы дальше? Ну, программистом. 3D-технология внедряется во все новые сферы жизни человека. Такие как строительство, медицина, архитектура и многие другие отрасли. И освоение этой специальности с ранних лет – это, естественно, хороший вклад в развитие ребенка. Кто играет в компьютерные игры даже дома, то у них лучше получается. Как бы это плохо не было, с одной стороны. В числе востребованных кружков все так же изот, дзюдо, вокал, футбол. Среди новых – капоэра, йога, английский язык и чирлидинг. Хореография – старейшее направление. Сегодня тоже бьет рекорды по посещаемости. Популярные танцевальные и телевизионные проекты тому виной. В клубе «Арена» – одно из самых больших в Казани – танцы тоже в лидерах. Сколько лет ты уже здесь занимаешься? Два. Два года занимаешься. А чем ты занимаешься и что тебе в этом нравится? Я хожу на хореографию и мне это нравится. Студия «Инфанта» – лауреат международных конкурсов. И к ее руководителю Марии Шапигулиной ученики едут со всей Казани. Во-первых, территориально близко, а во-вторых, как сарафанное радио, услышали про Мария Нарбекова, что она очень сильный педагог. Почему не создает собственную школу танцев при таком личном рейтинге, Мария отвечает так. Если честно, я не хочу куда-то уводить детей, потому что и им уже приятен сама атмосфера, которая проходит в подростке. В подростке очень много мероприятий, которые направлены именно на развитие ребенка, на развитие детей. То есть я не вижу смысла что-то менять, если здесь детям хорошо. Светлана Смирнова – тренер по карате. В подростковых клубах работает более 15 лет и покидать дом не собирается. Этот вид спорта никогда не терял популярности. Сейчас все капитально, кардинально изменилось. Сейчас такая база хорошая, сейчас такие условия. У нас есть татами, о которых мы мечтать не могли, занимаясь на земляных полах. Различные степнеры для работы, возможность выезжать на соревнования. Женщина-тренер. Тебя это не смущает? Нет. Главное, что меня научил, и я научился биться. Чего хочешь дать пить? Победить Россию. Чемпионат России победить. Амбиции и тренерские, и детские, кстати, не смущают. Сегодня система подростковых клубов не просто досуг, а позволяет фактически получить профессиональное образование и быть лучшим не только в России. Наш коллектив – лауреат международных всероссийских конкурсов. В прошлом году мы выиграли Кубок России. Готовимся сейчас к Чемпионату мира. Делаем небольшую музыкальную постановку для Чемпионата мира. Ольга Смирнова 23 года работает в подростке. Фаеруза Сафрогалиева, педагог по вокалу, пришла сюда недавно и мечтает создать эстрадную группу в этом самом отдаленном подростковом клубе «Ритм», единственном в поселке Северный. Мы берем абсолютно всех и со всеми занимаемся, чтобы у каждого, у кого есть желание, мог себя проявить в творческой жизни. Важно, что для жителей данного микрорайона в шаговой доступности можно посещать бесплатные кружки, развиваться, то есть ребенок после школы, ему есть чем заняться, это очень важно. Сюда действительно может прийти каждый. Подростковые клубы в свое 30-летие меняют формат, сохраняя основы, становятся открытыми пространствами для людей всех возрастов и идей любого уровня, от выставки кактусов до соревнований кошек, чтобы свет в окнах горел с раннего утра и до позднего вечера. В честь своего 30-летия объединение подросток запускает флешмоб под названием «Здесь был я», и даже для этого нашлась старинная доска от 11 января 1992 года. Что ж, свою надпись здесь оставим и мы. Светлана Спирина, фружок «Юный фотограф» и Роман Безменов, секция «Борьбы в семь дней».